Всем привет! Сегодня Ксюша ушла в 7.30, Макс ушел в 8, а Каролина с Маргаритой в 9. Все по-разному. У вас там какое-то собрание учителей, да, утром? Поэтому они сегодня поздновато идут, у Каролины тоже. Давай застегивайся, холодно там. Утром рано, минус 3 градуса, представьте себе еще. Днем тепло, днем 11-12, а утром минус 3. Так что застегиваемся, шапочку надеваем. Все взяла? Поедем, отвезем их, потому что автобуса нет в это время, да? Поехали. Обратно сами приедете? Да. Да, Карлин? Сама приедешь обратно? Буз? Да. Или папа за тобой опять приедет? Папа. Время 8.56. Убежала, Каролина, убежала. Так, все, сейчас завезем Маргариту и поедем по делам. Нужно съездить с бабушкой, отвезти ее в один магазин, она хочет посмотреть нитки для вязания. Все, пока. Пока. Давай. Хорошо тебе поучиться. Пока. Коричневые. Вот нитки, вот нитки красные, фиолетовые, серые, вот всякие разные, цветные. Разной толщины, разные цены. Тапочки не нужны тебе? Нет, такие не нужны. Себе, вот тут крючки есть тоже. Бабушка не может печенье выбрать. Выбираем печенье, не можем выбрать. Вот вафли бери какие-нибудь. Вот эти шоколадные? Ну давай, это вот растеряешь, не знаю я чего. Ну как, бери, что хочешь? Все, у бабушки голова закрушилась от такого количества печенья. Пошли, там сейчас еще конфеты будешь брать. Мы уже приехали домой, кстати, ребят. Маргарите уже пришли. Четыре платья. Сегодня приехало еще три. Три или четыре, не знаю. Они такие красивые. Мы уже вчера посмотрели. Коробки собираются. Тут одно платье, тут два платья, там одно платье. Вот новая коробка. Я ей в комнату отнесу. Коробки с платьями. Там вчера мы раскрыли, посмотрели. Очень красивые. Скорее всего она снимет видео на свой канал отдельное. Там, где она будет делать распаковку. И их будет, наверное, где-то штук восемь. Восемь или девять. Одно вот это платьюшко ей. Ну оно такое, знаете, простенькое. Потом она покажет все. Она не очень ей понравилась. Она померила даже его. Немного ей маловато давила. Одну коробочку давайте откроем. Не так интересно. Ну вот. Одно платье, которое мы вчера... Пока из вот этих вот четырех платьев нам одно прям очень-очень сильно понравилось. Это вот... О, это белое. Я уже поняла, какое это платье. Это белое платье. Ой, тут даже два. Да, это белое платье. И оно, по-моему, не до пола. Она идет по щиколотку. Я не знаю, как ей будет. Что-то такую вот бирку. Здесь есть сама бирка от бренда. И еще на самом платье вот такая вот, чтобы кто-нибудь не надел платье и не вернул обратно. Видите? Потому что ее нельзя отрывать. Она висит прямо вот впереди платья. Потому что бывают такие случаи, когда платье берут, надевают и потом его возвращают. Потому что есть целый месяц на возврат. Вот. Но не на всех платьях. Там есть одно платье. И вот такой вот бирочки нет. Поэтому тут оказывается два платья. Вот еще одно платье. А какое? Смотрите. Оно вот здесь вот прямо вот за горлышко. Вот тут вот чашечки. Все вышито бисером. И до горла. Тут даже украшения не нужно, потому что она уже такая вот красивая. Что так делаете, а? Бонни? Хватит уже. Вот. Ладно. Потом Маргоша придет, покажем. А примерять она их будет уже на своем канале. В своем видео. Вот это белое. Белое, оно прям как свадебное. Смотрите, какая вышивка. Красивая. На лямочках. Прелесть. Просто аж самой захотелось. Что вы тут беситесь? Ну, Филька. Бонника. Прыгают. Давай, мячик. Пойдем, Филя. Так, ладно. Сейчас, по-моему, покажу быстренько, что купили. Бабушка взяла вот такие вот нитки. Серенькие. Вот такие вот ниточки она себе взяла. Будет вязать. И крючок номер шесть. Тут у нас шоколадки. Прям такие вот маленькие. С куточками маленькими. Ну и печенье. Печенье у нас на развеснике продают. Бабушка искала. Я ей сказала, что у нас такого нет. Никакой у нее на базаре. У нас все в таких упаковках сразу. Вот. Тут печенье у нас. Булочки с шоколадом. Официальное печенье тоже вот. Хорошие очень. Еще булочки. Еще она любит вот такие вот сухарики. Вот. Целый пакет. Сколько здесь килограмм риса. Очень хороший рис. Вот этот. Два с половиной килограмма. Анкл Бенц. Так. Гермишелька наконец-то я нашла. Она у нас не везде продается. Очень сложно ее найти. Другие упаковочки сразу взяла. Вот такие вот тоже. Макарошки интересные. Такие вот тоже. Ну и вот. И вот такие вот макароны. Сейчас у нас по килограммам. Так. Кофе. Бабули. Это Лео взял такую банку. Хотя он не кушает огурцы соленые. Но он знает, что мы любим. Он нам. Видите, сколько. Сколько только огурчиков мы любим. Соленые огурчики. Майонезик. Так. Это для супа. Это приправа для супа. Но вообще я использую ее. Я везде ее использую. Видите, можно и в овощи, в спагетти, в суп. Куда угодно. Хорошая приправа. Так. Это у нас. Папа наш любит острое. Пири-пири. Перчик чили. Шампуньку взяла и бальзам. Мне очень нравится вот этот шампунь. Именно моим волосам подходит вот этот шампунь. От остальных у меня перхоть. Кетчуп. Ксюша любит кетчуп. Такие вот печеньки тоже очень хорошие. Только не жесткие. Жестковатые. Ну, это взяли детям в школу. Это какой-то здесь... А, это штрудель. Ага. Яблочный штрудель. Нашли сало. Копченое. Такое вот. Это ассортира, орешки, изюм. Кофе тоже любит бабуля. И крем бабушки. 55 плюс. Крем для лица. Буду сейчас убирать по местам. Потратили мы 166 франков на вот это все. Ты кого там высматриваешь? Кстати, кисточка у него уже почти выросла. Чуть-чуть еще осталось. Вот это вот. Покажи кисточку свою. Вот, видите, она уже... Видно даже вот эту линию ровную, обрезанную. Но она уже почти сравнялась. Теперь почти сравнялась. Видите, растет. Смотри, смотри в окошко. Смотри в окошко. Нравится ему смотреть. На, Бонь. Ксюша уже вернула. Булочки с орешками. Надо цветочки уже полить. Что растет? Там упало. В смысле, что растет? Он что, цвести что ли будет? Это цветок, точно. А его не было. Как это он так быстро появился? Ничего себе. Мама, тут иди. Хочешь огурцы? Я хочу. Ох, как сильно закрыто. Как-то показывали. Нужно вот так переворачивать. Опа, я не знаю. О, видишь? Работает точно. Ммм. Она поплыла. Я люблю хрустящие. Есть люди, и мне нравятся эти огурцы. Это, кстати, в Швейцарии сделано. Вот что. Побежала, Ладочка. Смотри, почему они не едят вот это? Им не нравится. Зачем тогда эти семечки засыпают? Семена? Не знаю. Он их не ест, вообще оставляет. Вот это он тоже не очень часто ест. Ну, немножко погрыз. Он только семечки сверху съел, по-моему. Тоже особо не грызет. А песок у тебя есть новый? Песок, конечно. Надо песок ему поменять. Ну-ка, где наш малыш? Он там обкакал, наверное, все. Привет! Малыш. Опять нужно вот это все совочком вывешать. Он так меденна идет. Вот мы ему еще немножко подсыпали опилок. Заменили. Водичку пьет. Прикусик маленький. Что, он кушает? Морковку свежую. Да. Грызет. И салатик можешь ему положить, оставить. Он будет кушать. Грызет. Угу. Свеженький тоже надо давать. Покажем мы вам одно платьюшко. Как она с топиком надела. Ее, конечно, без топика нужно надевать. Прямо вырез такой смелый. Смелый. Красивая. Красивое платье. И спинка открытая. И лямочки немножко. Ну-ка, остановись. Мне кажется, немножко вот эта вот топорщица. Да, вот и тут. Да. Чуветь. Странно как-то. Все, переодевайся. Тут прям жениха не хватает. Это мой сладкий. Да? Я бы не нашел свободен. Да? Ну, видите, она такая, не до пола. Ну-ка, погружись. Мама, нет. Это наше имя ресторана. А если учителя выйдет, она, в принципе, не поймет. Смотри, мы должны были сделать имя ресторана. И потом еще, ну, мы будем там, ну, говорить, например. Ты покажи имя своего ресторана. Это мы с Вивианом и Джессикой сделали. Ну, пожалуйста, покажи имя ресторана. Это имя ресторана. Это имя ресторана. Ксюша. Твой ресторан будет пользоваться спросом. Только из-за имени. Потом мы должны тебе писать. Ну, коту. Мы потом должны, например, мы все это его прямо, да, что мы будем заказывать. И мы должны, это, это, наша штука должна идти где-то 4-5 минут. Рассказывать, да, про свой ресторан? Нет, не рассказывать про свой ресторан. Да, просто мы там заказываем. А, ну, понятно. Диалог, да, написать? Да. Главное, никто не знает, что это означает, да? Так, мы уже в процессе. Каролина мне помогает. Блинчики сейчас будем печь. И спасибо. Буду печь на большой блинице, чтобы сам процесс проходил быстро. Блинок, я хочу сделать много теста. Вот эту вот кастрюлю. Вот, я делаю заварное тесто на кипятке. И получается очень хорошее тесто, кстати. Блинчики вкусные. Мама, на телефоне. Смотрите, как я делаю. Так, сейчас мы сначала заведем густое тесто. Комочки все размешаем. И потом уже буду еще добавлять кипяток. Очень тяжел. И мамакон, сзор, да. И останется. Все, мы уже начали печь. Тесто готово. Я, ты туда, а я туда. А то оно еще будет прилипать. Надо так, люди пуп-пуп. Если будут прилипать, то это нехорошо. Вот это вроде не прилипает. Вау. Все, грустно. Первый блин комом, как всегда. Это понятное дело. Пока сейчас мы сковородку разогреем. Я не делала сильно сладкие, чтобы мы могли туда либо мед, либо кто-то с вареньем, может быть, будет кушать. Блинчики не ела. Тоже пробный сюда. Эти два, эти два я буду кушать. Да, это можно скушать. Так, попробуем. Мам, я уже попробую. Попробуем. Не получается на весь круг ровно сделать. То ли тесто нужно больше наливать, то ли не знаю. Я не знаю, если это хватит. Далее. Слушай, если хотите, мы можете дать. Да. Все, наконец-то. Вот это вот две полные тарелки я напекла где-то чуть больше, чем за час. Но все равно быстро на двух сковородках. Очень быстро. Давай. Убирайте, пожалуйста, ваши бумажечки. Будем пить чай. Так, все, приятного аппетита. Так, масленица уже началась, да? Ну. Масленица уже началась? Идет масленица еще. Идет еще? Да. Ну вот. До суберна. А, ну значит, хорошо. Вовремя. Варенье у нас закончилось, варенья нет. Один мед достался. Но мы сейчас будем продолжать рисовать наш плакат. У нас уже закончилась вот эта черная ручка. Что ты так неровно? Ксюша. Не это, не косячь. А глаз нормально? Ну, глаз круглым сделай. Ровно круглым, да. Я знаю, что забыла. Я забыла у него волосы нарисовать. Не помнишь, как они выглядят? А, да. А где мой карандаш? Ну, их только три. А где мой карандаш? Спасибо. Механический карандаш. Вот он. Кстати, ребят, много спрашивали про телеграм. Я показывала, как он называется, но многие не могли найти в поисковике. Поэтому я в прошлом видео в комментариях я оставила ссылку. Но, видимо, не все увидели, потому что, ну, вроде я комментарий закрепила. Наверное, не все увидели, не все обратили внимание. Поэтому ссылку я оставляю под видео в описании. Вот наше видео. Видите, вот здесь вот комментарии. Вот я закрепила даже. Видите, самый первый комментарий. Это мой. Вот здесь нажимаете просто вот сюда На название видео И открывается вот такая вот страничка Здесь все есть Канал Маргариты, канал Ксюши Инстаграм Еще мой канал нужно сюда вписать Инстаграм мамы Инстаграм сестричек Инстаграм Маргариты Ксюши Тикток Вот наш есть И вот сюда я вставлю телеграм Нас по мне Нас по мне Что я нарисовала? Я нарисовала свинюшку Нарисовала Патрика Нарисовала мороженое Нарисовала Гарфанда А я нарисовала Могус и все Ой, Патрик уже есть Оказывается, ну ладно Я вот Патрик нарисовала Все еще У нас почти 11 часов Все уже спят Я вспомнила, что мне просили показать Старые фотографии Они здесь дома Потому что часть их у нас вообще в подвале лежит Но здесь кое-что у меня есть Тут вот я нашла свои фотографии Это 1994 год Мне здесь 6 лет Это, по-моему, я уже заканчивала детский сад Ну, не знаю Кто-то говорит, что Маргоша на меня очень похоже Может быть, чем-то Тоже такая круглолицая была Вот такая вот еще фотография Тоже детский сад Вот И вот я с моим братом старшим Вот мой старший брат Смешная стрижка, конечно Раньше подстригали Это тоже в детском саду Почему так много фотографий в детском саду? Потому что моя мама работала там Нянечкой И вот Частенько нас фотографировали Вот, все вместе с братом тоже Но мы не очень сильно похожи с ним Вот И даже когда мы уже были постарше Меня всегда считали его девушкой Те, кто не знали, что я его сестра Они думали, что я его девушка Так, вот Даже вот мы еще маленькие Вот Я такая злюка Всегда такая серьезная была И вот мой брат У нас даже разрез глаз разный И вот тут вот Фотография Тоже Не помню, какой год Не написано Но это Тоже, по-моему, детали 6 Вот еще нашла фотографию Это когда я в Швейцарию пролетала По гостевой визе По-моему, первый раз Или второй раз Или первый раз Мы куда-то в музей ходили вместе Где-то, по-моему, 2011 или 2012 год это был Так Ну, еще несколько фоточек покажу Вот Моя мама Здесь ей 17 лет 1983 год И тут тоже Тоже 17 лет Вот это я Маленькая Мама меня на руках держит Это мой брат Девчонки маленькие Бабуля С Маргаритой Это с братом С моим Это мы где-то на новогодней елке По-моему, да Вот Ксюшка Маленькая Мабуша, как всегда В своем репертуаре Киса Ты что лезешь? Тоже хочешь посмотреть? На, смотри Это вот Вместе с мамой Вместе с братом В горах отдыхали Это единственная фотография, где мы все вместе У меня здесь, скорее всего, где-то лет 15 Не хочет здесь на руках вообще Вообще не хочет Пока давай скажем Всем пока Все, мы идем отдыхать Все, все, все Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok